МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 17 за день в Сарове вновь растет число зараженных коронавирусом. Деньги найдены, возобновилось строительство школы на улице Зорге. К 75-летию Великой Победы и 75-летию атомной отрасли городской музей собирает новые экспонаты. Далее расскажем обо всем подробно. Вакцина от коронавирусной инфекции, созданная в Национальном исследовательском центре имени Николая Федоровича Гамалея, передана на экспертизу. Она может быть зарегистрирована с 10 по 12 августа, сообщает Интерфакс. По словам источника информагентства, еще 5-7 дней потребуется для проверки вакцины в Росздравнадзоре. После этого, как ожидается, 15 августа она может поступить в гражданский оборот. Пока вакцина от коронавируса находится на экспертизе в научном центре экспертизы средств в медицинское применение. После формирования полного пакета документов, они пройдут проверку и поступят в Министерство здравоохранения. Как уточнил собеседник Интерфакса, вакцина должна быть зарегистрирована. Расширяется список стран, которые готовы принять российских туристов. Хорватия и Мальта готовы впустить наших сограждан уже в первой половине августа. Ранее Россия объявила, что с 1 августа возобновится авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Тем, кто летит из России в Британию, придется две недели соблюдать карантин. В Турции и Танзании у гостей измерят температуру и в случае подозрения на коронавирус отправят на тестирование. Переговоры с еще 30 государствами продолжаются. Финляндия после 25 августа может пустить самолеты в Россию. По сообщению Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, ограничения на пересечение границы снимут только если показатель заболеваемости в определенном государстве будет составлять не больше 8 случаев заражения на 100 тысяч человек. Еще одна европейская страна, Эстония, будет закрыта для россиян минимум до 31 августа. Россия вошла в список стран, которых эстонцы отнесли к группе государств с высоким риском заражения. Если число заболевших в России продолжит снижаться к концу лета, то Эстония может уже с сентября принимать туристов из РФ. По состоянию на 29 июля в России зарегистрировано почти 829 тысяч случаев заражения. За последние сутки выявили 5 тысяч 475 новых больных. За все время эпидемии жертвами вируса стали 13 тысяч 673 человека. Выздоровели 620 тысяч 333 россиянина. Почти 80 процентов от общего числа нижегородцев, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, уже здоровы. За последние сутки были выписаны еще 548 человек. Заболели при этом 154. В ежедневной сводке по числу выписанных из больниц наш регион занимает третье место по России. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 – почти 24 тысячи человек. Из тех, кто продолжает болеть, более трех тысяч находятся на амбулаторном лечении. То есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около тысячи человек лечатся в больницах. Коэффициент распространения инфекции – 0,86. Свободный коечный фонд – 70%. Считается, что при достаточном количестве коек, объеме тестирования и коэффициенте 0,8, область может перейти на второй этап снятия ограничений. В инстаграме Глеба Никитина подписчики постоянно задают вопросы об открытии фитнес-клубов, бассейнов и бань. Однако четкого ответа получить не удается. В Сарове опять растет число зараженных коронавирусной инфекцией. За сутки выявили 17 новых больных. Число выздоровевших также увеличилось на 39 человек. Умерших по-прежнему четверо. Госпитализированы 36 серовчан, из них в КБ-50 лечатся 33. Еще трое лежат в Приволжском окружном медицинском центре. Комитет по управлению муниципальным имуществом приступил к мониторингу магазинов и торговых центров, которые возобновили свою работу, подключившись к системе видеоаналитики. Такая возможность предусмотрена указом губернатора Нижегородской области. В первый этап мониторинга вошли три торговых центра. Специалисты оценили соблюдение санитарных норм и правил в открытых магазинах. Остальные ТЦ проверят позднее. Узнать о том, как получить возможность работать в условиях ограничений, можно по телефону 34200 и 33058. Кроме того, Саровский оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции обращается к горожанам группы РИСКа и просит воздержаться от поезда в Диевеево на серафимовские дни. Тем, кто все же решит поехать, рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. После посещения торжеств нужно быть предельно внимательным к состоянию здоровья и при первых признаках недомогания самоизолироваться и вызвать врача на дом. По данным в ЦИОМ, почти две трети россиян не захотели заводить электронные трудовые книжки. Основным недостатком цифры назвали угрозу потери данных. В официальных группах Канал-16 мы спросили горожан, поддерживают ли они переход на электронные трудовые книжки. Большинство, почти 66%, инициативу отвергли. Согласно перейти, 18%. Безразлично к этому вопросу почти 16%. Строительство новой школы на улице Зорге продолжается. Из регионального бюджета выделили еще 62 миллиона рублей. Главная задача до осенней непогоды успеть возвести крышу и подключить отопление, чтобы зимой приступить к внутренним отделочным работам. На строительном объекте побывала наша съемочная группа. Строительство новой школы на улице Зорге должно завершиться через год. Планируется, что 1 сентября 2021 года перед главным входом школы на торжественной линейке выстроятся ученики и учителя, чтобы потом пройти в просторные светлые классы. А пока строительство в самом разгаре. Строительство школы идет в рамках нас проекта образования. Стоимость объекта 548 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступает компания ТСК. Организация изначально взяла хороший темп в выполнении работ, так что в марте опережала график на 7 месяцев. Администрации пришлось обращаться в правительство региона с просьбой перераспределить средства и выделить дополнительное финансирование. Начавшаяся эпидемия коронавируса поставила под угрозу продолжение строительства. На этот год было освоено 145 миллионов уже. И они стояли 145 миллионов. Но в связи с тем, что бюджет области плюс коронавирус внес свои коррективы, область в свое время не смогла сконцентрировать и дополнительно дать деньги. О чем было договорено еще в прошлом году с областью. Они говорят, не волнуйтесь, будете строить, будете получать деньги. В мае деньги закончились, и подрядчик проводил работы, исходя из уже закупленных материалов. Поэтому темп строительства снизился. По заверениям администрации, сейчас есть гарантия региона на выделение дополнительных 62 миллионов рублей. До конца года чиновники планируют получить на строительство еще порядка 80 миллионов. Область нам обещала эти деньги. Говорит, мы давайте постепенно будем вас дофинансировать. Они понимают наши проблемы, понимают то, что наши задачи. С поступлением денег подрядчик постарается наверстать упущенное время. Главная задача до холодов поставить здание под крышу. Подключить коммуникации, чтобы потом приступить к отделочным работам. Это позволит выполнить внутреннюю отделку помещений более качественно. Пока с трудом можно определить, где будут кабинеты, а где технические помещения. На первом этаже поставили окна, где-то даже двери. Приступили к возведению второго и третьего этажей. Поэтому пока эта лестница ведет прямо в небо. В связке арматуры, упаковке утеплителя, металлические трубы и другие строительные материалы еще ждут своей очереди, чтобы занять место в новой школе, стены которой уже высятся над забором. Если сбоев с финансированием не будет, то вполне возможно, что объект сдадут раньше положенного срока. Горячую воду выключат уже в понедельник, 3 августа. Плановые профилактические работы на систему горячего водоснабжения продлятся до 12 августа. Если специалисты закончат их раньше срока, об этом сообщат дополнительно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Напомним о том, что туристам компенсируют часть расходов за отдых внутри страны, ранее заявил премьер Михаил Мишустин. По его словам, сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей. Во Дворце детского творчества напоминают, что с 27 июля записать своего ребенка в объединение можно только через портал «Навигатор дополнительного образования Нижегородской области». Также необходимо собрать пакет из пяти документов. Бланки можно найти на официальном сайте ДДТ в разделе «Родителям». Бумажные документы во Дворце начнут принимать с 31 августа. В Нижегородской области начала работу горячая телефонная линия по вопросам качества и безопасности плода овощной продукции. Звонки от жителей будут принимать до 12 августа по номеру 8 800 555 49 43. Специалисты ведомства расскажут о том, каким требованиям должны соответствовать продукты, что делать в случае обнаружения в магазине некачественного товара, как оформить письменное обращение, а также ответят на другие вопросы. Общие собрания жильцов многоквартирных домов можно проводить через интернет. В частности, через систему ГИС ЖКХ. Теперь владельцам квартир не надо отпрашиваться с работы, чтобы попасть на собрание. Новым законом предусмотрены механизмы проведения первого собрания, уведомления собственников, процедуры отказа жителей от такого голосования, а также общие сроки его проведения. За 15 лет существования жилищного кодекса в него внесли около 100 поправок. Одним из последних изменений закона стало закрепление правил проведения дистанционного голосования собственника жилья с помощью ГИС ЖКХ. Эта система также используется для информирования жильцов многоквартирных домов о проведении собраний. На голосование могут выноситься плановые вопросы или требующие быстрого решения, за исключением финансовых. Это значительно облегчает жизнь собственников при принятии решений на общем собрании, потому что, особенно в новых домах, уже более 50% собственников живут в интернете, пользуются услугами ГИС ЖКХ. Идея обсуждалась давно, но притворению ее в жизнь, безусловно, поспособствовала пандемия. Новый формат голосования позволит большему количеству жильцов принять участие в решении важных вопросов, касающихся общедомового имущества. Многим присутствовать на таких мероприятиях не позволяли уважительные причины – рабочий график или занятость вечерами. А потом оказывалось, что принято решение их не удовлетворяет. Собственники находятся в глубокой спячке, а потом, естественно, предъявляют претензии, что много они платят, не знают, за что платят, в коридорах плохо убирают, траву не постригают, и так далее. Онлайн-голосование может длиться от трех до пяти дней. Уже через час после окончания ГИС ЖКХ сформирует и опубликует протокол. По мнению специалистов, такой формат упростит процедуру проведения собраний жильцов и позволит сделать процесс голосования более прозрачным. Ежегодно летом дети подвергают риску свое здоровье, просто выходя погулять во двор. Забывая о правилах, ребята выбегают из-за припаркованных машин и попадают под колеса проезжающих мимо автомобилей. Сотрудники ГИБДД напоминают родителям о том, что нужно постоянно беседовать с детьми об опасности, которая таится в привычных местах. Семилетний Марк Залогин знает все правила дорожного движения. Ему их каждый раз перед выходом на прогулку рассказывает мама. На улице нужно быть предельно внимательным, не баловаться и аккуратно переходить дорогу. Через дорогу бегать нельзя. Это очень опасно. Я через дорогу не бегаю, и я знаю правила дорожного движения. Многие дети выходят на дворовую площадку с самокатами и велосипедами. Заигравшись, они не замечают, как выезжают на проезжую часть. Из-за припаркованных машин водители не видят ребенка, и малыш может оказаться под колесами. К счастью, таких дорожных происшествий у нас в городе не зарегистрировано. Но, тем не менее, исход таких дорожных происшествий обозначен. И всем известно, что при дорожных происшествиях с участием велосипедиста, пешехода, либо скутериста, в любом случае, эта незащищенная категория участников дорожного движения получает довольно-таки серьезные телесные повреждения. Вплоть до переломов, растяжений, ушибов. Сотрудники ГИБДД советуют родителям проводить со своими детьми профилактические беседы об опасности на дорогах. А водителям напоминают, что в жилой зоне можно ехать со скоростью 20 км в час. Саровский краеведческий музей начал акцию по приему экспонатов от жителей, приуроченную к 75-летию Великой Победы и 75-летию атомной отрасли. Переносить можно личные вещи своих отцов и дедов, архивные фото, плакаты и так далее. Подробнее об акции в нашем следующем репортаже. 20 августа этого года атомная промышленность нашей страны отмечает 75 лет. В далеком 1945 году, сразу после бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки, наши ученые начали работу по созданию ядерного оружия. В обескровленном войной Советском Союзе нашли силы для решения беспрецедентной по сложности и чрезвычайно важной задачи создания атомной промышленности, потребовавшей гигантских людских и финансовых ресурсов. Наш город стал сердцем этого проекта, ядерным щитом России. Документальные свидетельства тех времен, личные вещи ученых, инженеров, испытателей, архивные фото готовы принять в городском музее. Все эти экспонаты станут основой новых выставок. Первым в этой акции принял участие на нашу инициативу «Первый окликнулся» глава администрации Алексей Викторович Голубев. Он 27 июля, в понедельник, принес личные вещи, документы, связанные с историей его семьи, вещи, которые принадлежали его отцу Виктору Александровичу и деду Александру Петровичу. Нет какого-то ограничения по сроку давности вещей. Предметы, например, 90-х годов тоже можно принести. Все экспонаты осмотрят сотрудники музея, если потребуется отправить на реставрацию. Ну, конечно же, они будут использоваться в наших выставках, могут занять место в нашей постоянной экспозиции, но и будут использоваться при изучении истории нашего города. Акция продлится до конца года. Все подробности можно узнать по телефону 7-69-65 и 3-42-56. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok